Очередной груз снаряжения и обмундирования прибыл в зону специальной военной операции для военнослужащих из Карачева-Черкесии. Он посвятил себя покорению неба и внес неоценимый вклад в защиту Родины. Сегодня в парке Зелёный остров открыли бюст героя России Канамата Баташева. Преступления о коррупционной направленности в прокуратуре республики подвели итоги работы противодействия правонарушениям. На большие экраны вышел праведник. Трагичные эпизоды, основанные на реальных событиях. Добрый вечер. На телеканале Россия 24 информационный выпуск Вести Карачаева-Черкесия. На имя главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова и адрес всех жителей республики от первых лиц страны поступили официальные поздравления с Днём Защитника Отечества. Этот поистине всенародный праздник торжественно отмечается по всей стране и обращает нас к бессмертным подвигам многих поколений наших предков, которые в тяжелый час испытаний поднимались на защиту родной земли. Сегодня мы по праву гордимся наследниками этих легендарных ратных традиций, их героизмом и мужеством. Твердой приверженностью идеалам патриотизма, честного служения Отечеству. В зоне проведения специальной военной операции по поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова отправились руководители администрации главы правительства Муратозов и заместитель председателя правительства республики Евгений Поляков. Они передали бойцам очередной груз снаряжения и обмундирования, а также обсудили с военнослужащими, какая им необходима дополнительная помощь в обеспечении, как налажена связь с родными и близкими и другие возникающие проблемные вопросы. Наряду с этим на передовую прибыл очередной груз обмундирования, снаряжения и продовольствия из Карачаева-Черкесии. Основу груза составили приборы ночного видения, тепловизоры, дальномеры, оптические приборы, вещевое обмундирование, продукты питания. По распоряжению главы республики также направлено два полноприводных автомобиля. Напомним, ранее бойцам из нашей республики также было направлено два автомобиля пикапа. Поинтересовались, что они побеседовали с нашими бойцами, поинтересовались, как у них налажена связь с их родными в Карачаево-Черкесии, не поступают ли оттуда к ним какие-то тревожные сигналы, есть ли какие-то проблемы по выплатам. На это все Рашид Борисбич уделяет очень огромное внимание. Привезли очередной груз, в основном это приборы ночного видения, тепловизоры, дальномеры, оптические приборы. Привезли тоже вещевое обмундирование, продукты питания, то, что сегодня нужно на передовой. Груз отправляется регулярно, какая партия, не скажу. Всего отправлено было, вместе с гуманитарной помощью, было отправлено более 120 тонн груза. От имени военнослужащих поблагодарил всех жителей Карачаева-Черкесии и лично главу региона за оказываемую помощь и поддержку боец с позывным «Устанг». «Спасибо жителям Карачаева-Черкесской республики, особенности Рашиду Тимрезову. Мы видим, ценим вашу помощь. Спасибо вам большое. Здесь в зоне СВО это ощущается в два раза больше. Даем слово, слово офицеру, что мы вас не подведем, будем служить». «Когда народ и армия едины, это всегда во все времена было правильно. Я считаю, вот такая поддержка, она только лишь нас приблизит к победе». Помимо прочего, на передовую в составе груза отправились пять сотен экземпляров спецвыпуска газеты «День республики», приуроченного ко Дню Защитника Отечества и посвященного землякам, участникам спецоперации. Солдаты и офицеры также получили более трех тысяч писем от школьников региона с добрыми пожеланиями и словами. Сегодня в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» открыли бюст героя России – Канамата Баташева. «Талантливый летчик, который всю свою жизнь посвятил покорению неба, он внес неоценимый вклад в защиту нашей Родины. Будучи настоящим патриотом своей страны, Канамат Хусеевич не смог оставаться в стороне, когда Россия нуждалась в смелых и профессиональных защитниках. Канамат Хусеевич завершил свой путь военного летчика как настоящий герой, выполнил свой воинский долг в зоне специальной военной операции, сохранив жизнь других российских солдат, говорили выступавшие. От имени главы Карачаева Черкесской республики Рашида Борисовича Чемрезова хотел бы выразить благодарность представителям общественных организаций, которые выступили с инициативой установить бюст героя Российской Федерации Канамата Хусеевича Баташева. Он действительно был лучшим. Он был лучшим отцом, лучшим другом, лучшим командиром, лучшим летчиком. И не зря командиры говорили про него. У Баташева есть то, чему можно учиться только от Бога. Вечная память герою. Канамат Баташев наряду с нашими отважными бойцами является примером для подрастающего поколения, как надо защищать интересы России, выполнять свой воинский и патриотический долг. Сегодня наши бойцы, участники специальной военной операции, плечом к плечу сражаются не просто за мир на Донбассе. Они сражаются с ненацизмом, с самым опасным явлением современности, с угрозой безопасности не только России, но и чудовищным вызовом всему человечеству. В канун Дня защитника Отечества желаю нашим мужественным парням вернуться домой живыми и невредимыми, воссоединиться со своими родными и близкими. Итоги противодействия правонарушениям и преступлениям коррупционной направленности подвели в прокуратуре республики. Старший помощник прокурора республики Радмир Баташев сообщил, что в текущем году выявлено и пресечено свыше трех тысяч правонарушений коррупционной направленности. К различным видам ответственности привлечено 600 лиц. С информацией о проводимой работе выступил начальник управления главы республики по вопросам противодействия коррупции Абрия Каджиев. В завершении встречи участники круглого стола ответили на вопросы журналистов. За истекший 2022 год правоохранительными органами республики выявлено, зарегистрировано 214 преступлений коррупционной направленности. Вот если мы с вами проведем определенную параллель, посмотрим в динамик, то в 2021 год всего было выявлено 131 преступление. Таким образом, можем сказать, что динамика положительная в части выявления около 63% где-то валируется. В части уголовных дел выявления и пресечения возбуждено по фактам взяточества. Возбуждено было 44 уголовных дела по фактам взяточества. В 2021 год 15 уголовных дел. Здесь у нас практически получается плюс 100% динамики. Ущерб, причиненный государству по оконченным преступлениям, у нас составил 198 миллионов рублей. Единственный способ защиты детей от полиомиелита – это вакцинация, говорят медики. Иммунизированная кампания направлена на укрепление иммунитета среди детского населения. Планируется проведение дополнительной двухтуровой иммунизации против полиомиелита детей в возрасте от 3 месяцев до 10 лет. Вакцинация пройдет два тура с 27 февраля по 5 марта и с 3 апреля по 9 апреля. По санитарному законодательству дети, которые на момент начала туровой иммунизации имеют не менее трех прививок, сейчас по календарю это инактивированная вакцина, первые четыре дачи, ребенок должен получить инактивированные. Если на момент начала тура у него есть три прививки, он не считается, что находится в угрожаемой группе, его никто не заставляет прививаться, он обязан, то есть может отказаться родители, его не отстраняют от посещения организованных коллективов, то есть он продолжает жить спокойной обычной жизнью, как и ранее, без всяких отстранений. Обязательное требование в любом случае, будь то при иммунизации календарем прививок, национальным плановым, будь то по иммунизации по эпидемическим показаниям, как сейчас, первые четыре прививки от рождения ребенок должен получить инактивированные. В предыдущем календаре первые две было, поэтому если к моменту иммунизации у нас будет ребенок, который желает получить первую прививку, неважно, вне зависимости от возраста, он будет привит инактивированный, но так как у него еще иммунитета нет, он будет также равно отстранен или разобщен всеми детьми, которые привились живой оральной поливакциной. Последняя вот такая туровая иммунизация против полиомиелита проводилась в 2013 году. Прививались все дети нашей республики в возрасте от трех месяцев до 17 лет. И эта вакцинация также была живая оральная вакцина. И никаких случаев, насколько мне известно, Кирилу Александровичу, из никаких документов, никаких случаев осложнений, даже отказов массовых родителей было привито, по-моему, 99% населения. Вот 10 лет назад регламентирован уровень охвата населения прививками детского 95%. Это для формирования коллективного иммунитета и защиты внешней среды. В преддверии Дня защитника Отечества автоинспектора Дагихабльского района поздравили водителей с праздником. Автолюбители, тормозившие у обочины по требованию сотрудников ГИБДД, с некоторой опаской дожидались, когда к ним подойдет человек в форме. Однако, узнав о цели остановки, облегченно вздыхали и с радостью принимали поздравления. В российских кинотеатрах начался показ отечественного фильма «Праведник» с солидным актерским составом, драматичными, порой трагичными эпизодами, основанными на реальных событиях. Картина режиссера Сергея Урсуляка знакомит с историей подвига офицера Красной Армии Николая Киселева. Своими впечатлениями от просмотра поделились с корреспондентом Артуром Хце, жители Карачаева-Черкесии. Эмоции, переживания, слезы. Фильм «Праведник», показ которого в российских кинотеатрах стартовал в середине прошлой недели, не оставил равнодушными никого из жителей Карачаева-Черкесии, которые предпочли военную тематику ряду других – легких, ярких, порой смешных кинокартин. Мне этот фильм очень близок. И, в общем-то, наверное, где-то он переплекается с фильмом Хабенского «Собибор», когда говорится о побеге из концлагеря, который возглавил Печерский, который также в 93-м году умер и был непризнанный. Это наша история, и мы её должны знать. Интересная постановка, убедительная игра актёров, прорисовка характеров героев – это лишь малая часть комментариев, которыми делились зрители после очередного сеанса в кинотеатре Чарли. Некоторые из напряжённо смотревших за происходящим на экране настолько прониклись атмосферой военного времени, что готовы были любыми средствами помогать персонажам достичь цели – спасти людей. Мне больше всего запомнился Киселёв, который спасал людей и ничего в знамен не просил. Больше всего мне понравился персонаж Киселёв, потому что он больше всего спасал людей, а для себя он почти ничего не делал и всегда придумывал какие-то хорошие планы, как победить немцев и выиграть эту войну. Фильм замечательный. То есть было одно удовольствие смотреть. Конечно же, надо рекомендовать всем родным, близким. Немаловажно, что смотрят и дети, и молодое поколение, потому что историю нашей страны и историю Великой Отечественной войны должны знать все мы. Мы гордимся и спасибо большое нашим предкам, благодаря которым мы живём под мирным небом. Хочется, чтобы и наши дети, и наши внуки росли на таких же фильмах. Потому что, ну, к сожалению, сейчас в стране такая ситуация, и надо поддерживать наших всех ребят. А фильмы Урсулюка, они вообще проникают в душу. Сегодняшние реалии где-то нам говорят о том, что мы должны любить свою родину, и мы должны думать о своём мире, и чтобы у нас было, говорит, светлое небо, чистое небо. И взаимоотношения, вот, по крайней мере, в этом фильме показаны и евреи, и русские, и казах, и мусульманин. И все были вместе. Каждый человек может найти в этом фильме что-то своё. Кому-то ближе моменты, вызывающие улыбку. Такие в «Праведнике» тоже есть. Иные как бы вживаются в образ полюбившегося персонажа и преодолевают возникающие трудности вместе с ним. Кому-то хватит отзывов и пересказов от других. Однако куда лучше видеть фильм своими глазами, чтобы потом делиться впечатлениями от его просмотра. Артур Махц, Олег Малхожев, Вести, Корчаев, Черкесия. На этом наш выпуск завершён. Далее смотрите специальный репортаж Артур Махц о благоустройстве территории вблизи многоквартирных жилых домов Черкеска. Этот двор в столице Карачаев-Черкесии благоустроен 2-3 года назад. А до того представлял собой настолько унылое и неприглядное зрелище, что на территорию даже живность не решалась заглядывать. И не только сюда. Лишь в 2017 году в Черкесске и других населённых пунктах республики началось то, что ранее удавалось сделать лишь точечно. Принятая на федеральном уровне программа формирования комфортной городской среды позволила сдвинуть с мёртвой точки благоустройство дворовых территорий. В рамках этой программы предусмотрено благоустройство придомовых территорий. То есть это минимальный перечень работ. Это ремонт проезжей части, устройство детской площадки, установка лавочек, фонарей, урн. И дополнительные работы также у нас предусмотрены. Это работы по озеленению территорию путём завоза плодородного слоя земли и установка сушек для белья. Эти работы являются дополнительными. Эти работы идут в нагрузку подряд на организации. Поэтому не всегда у нас есть возможность выполнять эти работы, что в свою очередь приводит к вопросам со стороны жителей данных МКД. Одним из пилотных проектов благоустройства стал двор по Октябрьской 48-50. Когда ему только-только придали радующий глаз облик, даже взрослые горожане были так счастливы, словно вернулись в детство и получили любимую игрушку. В 2017 году первый отбор кандидатов на благоустройство оказался, по сути, безальтернативным. То есть все 85 поданных в срок заявок от жителей дворов приняли в работу. Это и понятно, очень уж убого они смотрелись. Но и остальные были ничуть не лучше. Но почему тогда обращений не оказалось больше? Дело в том, что далеко не все люди верили в кардинальные перемены, а потому махнули на призывы городских властей, мол, ничего путного не выйдет. Зато когда строители отправили в полет первых ласточек, то есть сдали дворы, мэрию Черкеска завалили вопросами и претензиями, почему у нас не ведется такой же ремонт, чем мы хуже. А ведь власти региональной столицы на протяжении нескольких месяцев проводили рекламную кампанию, призывая граждан отложить в сторону лень и неверие и подать заявку на благоустройство. До начала работ по благоустройству придомовой территории жильцами дома обсуждаются дизайн-проекта будущего двора, благоустроенного двора. Это делается в два этапа. Первый этап – это сотрудники управления ЖКХ развешивают объявления о сборе жильцов для обсуждения дизайн-проекта, презентуют им дизайн-проект и оставляют данный дизайн-проект старшему по дому для принятия решения, внесения изменений, подачи предложений. Спустя 10 дней данный дизайн-проект мы забираем у жильцов, вносим здесь изменения в схему двора, виды работ изменяем, и исходя из финансирования уже отталкиваемся по видам работы. Мы выезжали по сигналам граждан, сами выезжали, мониторили дворы, мониторили мы процессы благоустройства, по завершению благоустройства. Также мы касаемся и наблюдаем за теми дворами, которые не выполнены еще замечания, допустим, 2021 года дворы. Могу показать, мы не о каких-то абстрактных вещах говорим, инопланетных, а, допустим, когда асфальт без достаточного количества смол, и нам мэрия говорит, что вот сертификаты, зачем мне или жителю двора их сертификаты, если я вижу, что щебень отделяется от покрытия. И когда мы, жители города Черкеска, имеем возможность заехать в этот бор через год, я вот так ножкой делаю, и там уже ямочка, то есть выбоина. Собрание жильцов – это особенное мероприятие и, как показывает практика, очень необходимое, ведь на нем многие горожане хотя бы узнают, кто их соседи. Познакомиться, пообщаться, найти общие интересы, в том числе касающиеся видения благоустройства. Мнения могут отличаться, но люди должны понимать, что компромисс им придется искать между собой. Кому-то нужно больше парковочных мест, другие хотят детскую, спортивную площадки, третьи мечтают о зеленой зоне. Осуществимо многое, но вариант должны принять все жители дома, иначе придется довольствоваться тем, что для них выполнят строители по первоначальному проекту. Данный проект у нас разрабатывается в управлении ЖКХ специалистами, то есть то, как видит, например, наш специалист данную дворовую территорию. Этот дизайн-проект отдается жителям на согласование, жители вносят свои изменения, хотят ли они там тут парковку наоборот, либо тут парковку, вносят свои изменения, и по результатам они записывают сюда свои предложения, замечания, также согласование указывается. Исходя из этих замечаний, уже мы формируем готовый план благоустройства дворовой территории. Каждый двор индивидуальный, поэтому где-то можно рассмотреть количество парковочных мест, где-то наоборот мы увеличиваем зеленые зоны, потому что слишком много асфальта, тоже не хочется закатывать весь двор в асфальт, поэтому мы стараемся предусмотреть большое количество зеленых зон. Правда, в последние годы в городе все чаще раздаются звуки пилы и падающих деревьев. Большинство людей постоянно высказывают по этому поводу недовольство. Понять их можно, поскольку в жаркое время тень была бы не лишней. Вот только, к примеру, в Черкесске немало деревьев, которые давно исчерпали свои жизненные ресурсы, и после очередного сильного ветра имеют шанс оказаться на крыше какого-нибудь автомобиля. Потом забот не оберешься, доказывая, что коммунальщики сделали все возможное для предотвращения несчастного случая. Впрочем, говорят в мэрии, удаление аварийно опасных деревьев – необходимая процедура. Зато у жителей появляется стимул тоже сделать для своего комфорта что-то полезное. В каждом дворе, как правило, есть такой костяк жителей, которым не все равно на состоянии дворовой территории. Они с нами в контакте, всех мы знаем в лицо, они к нам обращаются. Есть вопросы, которые вне нашей компетенции, к сожалению, но есть и вопросы, которые в нашей компетенции. Мы стараемся оперативно решать, идти навстречу, вне зависимости от того, прошел у них срок гарантии, либо нет. Касаемо зеленых насаждений на дворовых территориях, там также делятся жители на два лагеря. Одним нужно это дерево, других это дерево не интересует. Как правило, у нас создана комиссия муниципальная, в которую входят и общественники, и депутаты, и сотрудники ЖКХ. Они проводят обследование зеленых насаждений и принимается решение о сносе, либо о том, чтобы оставить эти деревья. Те дворы, где, к сожалению, мы были вынуждены снести большое количество деревьев, к нам также обращаются старшие домов этих, мы выделяем им саженцы. Одним из условий этой программы является 30-процентное софинансирование со стороны жильцов, но оно не должно быть именно финансированием. Они могут именно своим трудом также оказывать содействие. Да, во многих дворах есть такие жители, которые в процессе работы даже присоединяются, помогают там ровнять чернозем, убирать строительный мусор. До какого-то периода в комиссию, которая определяла список дворов на благоустройство и контролировала ход строительных работ во дворах, входили и представители регионального народного фронта. Совместные объезды территории помогали определить объемы того, что необходимо выполнить, а также контролировать количество и качество уже предоставленного в пользование населению. Мы находились всегда между заказчиком мэрии, городом черкесском, подрядчиком и людьми. Вот посередине некое связующее звено, которое способно было доступным народным языком объяснить, если сейчас речь пошла о гражданах, гражданам, что они требуют законно, а что, допустим, вне зоны программы благоустройства. Это было, мы так работали до определенного момента, пока в городе Черкесске перестала работать общественная комиссия по благоустройству территории. Сначала она перестала работать, просто не работала год, там, 21-20-й. А потом мы узнаем, что представителя народного фронта в этой комиссии просто, она заработала, он просто исчез, как ненужное звено. Рекомендации общественников после собственных рейдовых мероприятий и сейчас нередко являются для заказчиков и подрядчиков инструкцией по устранению недоработок. Так, благодаря совместным усилиям городских властей, депутатов и Народного фронта, не раз удавалось приводить в порядок дворы после первичного капитального ремонта. Где-то подрядные организации сразу выполняли задуманное так, что на сделанное невозможно было смотреть без восторга. В иных случаях помогало мнение сторонних наблюдателей. Причем об отношении жителей к тому, что чуть позже появлялось под окнами их домов, можно понять сразу. Если на презентацию горожанам дизайн проекта приходили единицы собственников квартир, то и конечный результат мало кого устроит. Невозможно угодить людям, которые с самого начала не проявляли заинтересованность в благоустройстве и не знают, чем именно будет наполнена их территория. Порой бывало и так, что во время встреч горожанам предоставлялся макет, в него вносились какие-то правки, а конечный вариант оказывался совсем иным. Город Черкесск, фабричная 112, мы находимся в благоустроенном дворе в 2021 году. Этот двор возглавляет антирейтинг плохих дворов. Здесь детская площадка недоделана полностью, некоторых элементов не хватает. Покрытие резиновое уложено волнами, выпирают торцы. Асфальтовое покрытие без достаточного количества смол уже наблюдается выбоины. Также мы видим незавершенность благоустройства этого двора. Валяется строительный мусор на клумбах. Международная 85 – это вообще интересно, такой заколдованный двор. Там провелось то, что положено было проводиться с людьми собрание в год перед началом благоустройства. Такое собрание было проведено в 2019 году на 20-й год благоустройства. Но благоустройство в 2020 году не произошло. Людям пообещали нечто, пообещали в том числе спортивную площадку. Вот людям вышли и пообещали. Ладно, перенесли двор, его отодвинули. Также прошло второе собрание с людьми перед благоустройством уже 2021 года. И там людям заявили, что площадка благоустраивается, спортивная, действующая, старая, не будет. Люди возмутились, обратились к чиновникам, и площадка вернулась в проект. Но теперь неприятный сюрприз подготовила уже подрядная организация. Площадка была сделана. Но как? Там куча недостатков, рвутся десятки мечей порваны. Мы, допустим, выезжаем со средствами массовой информации, и эти мечи лежат там. Три меча постоянно находятся. То есть сварочные работы были произведены некачественно. Сетка не загнули ее вовремя. И такая проблема по этому двору. То, что там три подрядчика. Два. Один делал дороги, и другой делал детскую площадку. И вот третий подрядчик, которому поручили сделать спортивную площадку по просьбе жителей. И замечания есть на всех этапах. Там семь бордюров подряд смещены. То есть это означает, что их положили на какую-то бетонную смесь некачественную. Они просто ушли, вот так находятся. Потом на детской площадке нет покрытия резинового. Отсутствуют элементы, вообще целые элементы недоделанные. А двором люди уже пользуются. То есть он, по нашему мнению, да и по-моему, мэрия нам говорила на заседании, что его не сдали. Двор не сдан, хотя его делали в 2021 году. По международной 85 у нас был контракт заключен в 2021 году. По результатам торгов победителем стала одна из управляющих подрядных организаций. Но в процессе работ возникли проблемы у данного подрядчика. В связи с чем мы, как заказчики, были вынуждены подать на него исковое заявление в суд. На сегодняшний день уже есть решение суда. Подано также встречное еще заявление о возврате денежных средств, которые подрядчик освоил. Но, тем не менее, эти вопросы не касаются жильцов данного дома. Поэтому руководством мэрии принято решение о выделении бюджетных средств для завершения данных работ. Данные работы мы планируем до июня месяца завершить. Все недостатки исправить и сдать уже готовый двор жителям МКД. Жители отремонтированных территорий с новыми детскими и спортивными площадками, лавочками, урнами, работающим в вечернее время освещением, должны понимать, что сделанное для них необходимо беречь на протяжении многих лет. Никто не будет каждый раз восстанавливать поломанное вандалами. По крайней мере, программой ничего подобного не предусмотрено. Да и портят чаще всего свои. Те, кто живет во дворе или постоянно приходит в гости. Нашли нарушителя, наказали рублем, который пойдет на восстановление испорченного. Остальным будет неповадно. Только так удастся сохранить для жителей то, что появилось под окнами их домов относительно недавно. В нынешнем году благоустройство коснется 12 общественных и 56 дворовых территорий в 16 муниципалитетах в Карачаево-Черкесии. Продолжение следует...